Всем привет! Меня зовут Лиля. Добро пожаловать на мой канал от Лиля Руиц, где я рассказываю о книгах, которые читаю и планирую прочитать. Сегодня мы с вами поговорим о моих книжных покупках. Да-да, знаю-знаю, что недавно я делилась с вами новостью, что мне подарили на день рождения электронную книгу. Но что поделать? Всё-таки бумажные книги я тоже люблю, какие-то очень хочу иметь в своей библиотеке, а каких-то просто нет в электронных изданиях, которые я могла бы как-то легально, честно купить. Вот, поэтому у меня есть такая стопка, это причём только её часть. Ещё вот тут книги есть. Всё не поместится, я даже не смогу их удержать. Сегодня мы с вами обсудим и посмотрим, что я покупала на различных книжных ярмарках. За недавнее время я посетила две их таких, сделала отдельные влоги на них, ссылки прикреплю в описании. Затем я просто заказывала что-то с маркетплейсов, потому что мне понравилось описание, я увидела какие-то новиночки или то, что стало недавно популярным, хотелось тоже почитать в лице. И какая-то часть идёт моего зимнего ТБР, то есть то, что я хочу почитать в декабре, что-то такое навевающее атмосферу зимы, иногда уютно, иногда не очень. И эти мы с вами тоже друг с другом поделимся. Быть может, это вам поможет составить ваш список на прочтение в этом месяце. Представляю, сейчас только три дня. Три дня, а на улице уже сумрак такой, что приходится сидеть с лампами, свечами. Давайте я вам вот так вот стопку сделаю, чтобы видно было, насколько она выпирает. И начнём мы с вами, наверное, с тех книг, которые я недавно купила, но которые уже успела прочитать. Первое — это сюжет «Джин Хан в карелец». В чём её сюжет? В том, что есть у нас некий писатель, которого преследуют неудачи. Он преподает на курсах, помогает другим студентам найти что-то, изюминку какую-то в своих текстах, отредактировать их, пытаться стать лучше. Но при этом сам он прозябает в безвестности. Какие-то две работы его очень хорошо там издавались, прекрасно были приняты критиками, но с тех пор он ничего больше не выдал. Вот как-то ему попадается такая выскочка, очень неприятный субъект, студент, который говорит, что у него есть какой-то сюжет, некий поворот, который разорвёт просто всех. Он станет такой фишкой, которая обеспечит его книги, выход на экраны. Благодаря ему книга попадёт в руки всех известных книжных клубов страны. И почему-то решает этот студент поделиться с нашим главным героем Джейкобом этой задумкой. Рассказывает ему, тот оценивает идею и говорит, действительно, она прекрасна. Как же она могла достаться себе? Забывает об этом. Потом через несколько лет он пытается найти такую книгу. Думает, хочет её прочитать или просто ознакомиться с судьбой этого студента, как у него сложилось. И понимает, что ни студента, ни книги нет вообще на этом свете больше. И этот сюжет, этот поворот, эта гениальная, ну, как бы гениальная мысль, она осталась не занята и не воплощена. Что он делает? Он крадёт этот сюжет, пишет, конечно, книгу с нуля, но по всем намёткам, которые оставил тот студент и приобретает славу. Это трейлер, который, казалось бы, должен поразить ваше сознание. Но я делала на него отдельный влог, вы можете его посмотреть, ссылка прикреплена. В котором я рассказала, что у этого произведения есть свои плюсы, свои минусы. И вот эта трейлерная захватывающая часть, это не в плюс идёт ей. Там, скорее, всё предсказуемо. Но есть другие компенсирующие моменты, которые заставляют мне порекомендовать её всё-таки, познакомиться с ней. И буквально вот как только я её получила в руки, я её сразу прочитала, моментами слушала на букмейте и осталась довольна, несмотря на некие обманутые ожидания. Следующая книга, которую я тоже уже прочла, это «Шмель» Анни Геттман. Эта книга всходит в серию издания «Палеандрино Эйдж» и «Есть смысл». Оказывается, из этой серии я читала уже две книги, вот эта третья. До этого были «Хорея» и «Залив терпения». И я подумала, если мне нравится вот эта линейка, то почему бы не взять и новинку. И что я хочу сказать. Она мне понравилась, но понравилась точно так же, как вот и «Хорея» и «Залив терпения». Это особенная работа, которая... Я не уверена, что здесь написано, какого она жанра, автофикшн это или нет. Мне кажется, что не совсем. Но она напоминает вот такие работы автофикшн, когда человек потоком сознания рассказывает о себе всю правду практически. Все мысли, которые вы посещали, связаны с определённым моментом в его жизни. Здесь это Петербург от 2022 года, спустя полгода после известных событий. И героини рассуждают о том, как повлияли они на её жизнь, на её сознание, на её отношение к самой себе, к другим людям. Как вот это событие и последующие толчки раскрыли какие-то травмы прошлого, раскрыли её сомнения, страхи. В основном все связаны с её отношениями, с её привязанностями к другим людям. Героиня Вера разводится со своим мужем и пытается обрести вновь свою собственную жизнь, свой собственный мир, узнать, о чего она хочет, чего она желает отдельно от других людей. Как у неё это получается или не получается, мы вот узнаём из этой книги. И героиня нам преподносит все свои мысли, которые только есть, все вот эти обсессии, все какие-то заморочки, которые у неё есть, все расстройства, которые преследуют её состояние депрессивное. Мы все прослеживаем очень глубоко. И это кому-то может не понравиться, такая степень откровенности. Но так или иначе, какие-то абзацы, какие-то моменты, ты понимаешь, что да, вот у меня точно такое же было. Оказывается, я не один, не одна. Поэтому если вы вдруг уже читали какие-то книги из этой серии, то советую вам обратить на неё внимание. Следующая порция книг — это три книг, которые я приобрела на ярмарке, фестивалье «Текст». Первый — это скандинавские мифы. В общем, давно посматривала, уже там пару лет ходила-ходила по ярмаркам, гаражкам мифа и думала, однажды мне это или не надо. Потом решила всё-таки, что познакомиться хочу, потому что посетила лекцию Дмитрия Лебедева, который написал книгу «Скандинавские мифы для детей». И как-то заразилась я этой идеей почитать, побольше узнать, потому что больше всего, когда мы учились на историческом факультете, вроде как проходили именно египетскую мифологию, древнегреческую, римскую. Скандинавскую, если честно, ну вообще не помню, наверное, мы и не затрагивали её. И захотелось мне расширить свои горизонты, не только помнить Одину, Тору и Локи по марвеловской истории, выгрузиться в что-то более узкоспециальное. Здесь совершенно небольшой объём, занимают практически много страниц какие-то, иллюстрации, вставки, оглавление тоже, если мы посмотрим. Вот, например, разворот целый. 200 страниц наполнены вот таким содержанием. Скорее всего, прочитается очень легко. Плюс обогатят меня некими знаниями. Надеюсь на это очень сильно. Следующая история — это «Пташка» Ксении Скворцовой. Об этой книге я узнала на канале Tutor Girls, которые обсуждали её в прочитанном. Сказали, что вроде как книга хороша, но со своими нюансами. Всё-таки я решила с ней познакомиться, когда увидела на распродаже. Захотелось. В последнее время меня как-то привлекают истории, написанные русскоязычными авторами. И хочется вот побольше узнать, как сейчас пишут. Потому что оказалось, что очень мне это нравится, очень мне это близко. Вот. Попробуем с этим произведением проследить за историей молодой девушки Гнеды. У неё очень трагичная судьба. Она была подкидышем в деревне. Её вырастил некий добрый дедушка, добромысл, насколько я поняла. И однажды она узнаёт, что вовсе она не золушка-то без рода и племени, а были у неё когда-то родители. Но по вине неких злых людей она была их лишена. И эти злые люди, кажется, будут ещё пытаться её достать. Поэтому она опускается в такое путешествие, которое посвящено отмщению своей судьбы. Плюс ещё будет некая любовная линия. Надеюсь, что история меня порадует. И если я не поставлю ей 5 баллов, ну, по крайней мере, на четвёртку пусть будет хотя бы. Есть у неё аудиоверсия, я проверила. Если что, вот, конечно, большое количество страниц я смогу разделить между печатным текстом и аудиоформатом. И следующая книга, заключительная с этой ярмарки, это «Моё пост-эмага» от Владимира Торина. В неё входят два произведения. Первое — это «Игасный цвет». Судя по аннотациям и описаниям, которые я нашла, здесь рассказывается история некого мужчины, который зашёл после работы в лавку кукольника, чтобы купить подарок своему ребёнку. Но и кукольник непростой, и, видимо, подарок тоже будет с каким-то сюрпризом. Я ожидаю некую жуткую историю. Судя по отзывам, там должно быть как-то мрачненько довольно. Страшная сказка. Это я люблю. И второе произведение — это «Моё пост-эмага». И в этом произведении воплощена уже детективная история. В неком загадочном осеннем мрачном городе доктор Доу со своим помощником, племянником Джаспером, ищет следы таинственного убийцы. Мне кажется, что вот эта обложка как раз относится к этому произведению, являя довольно жуткие образы. Давно хотела познакомиться с творчеством Владимира Торина. На ярмарке присмотрела птицы, прошлась кружочек по библиотеке, увидела, что всё раскупили. Тогда решила, что начну с каких-то небольших произведений, такой, знаете, лайт-версии, а потом уже вольюсь во все его миры, которые существуют. Следующие три книги я приобрела уже на другом книжном мероприятии, на книжном фестивале. И это в основном книги фантом-пресса. Первый — это Рой Хён Роман Шум. Я взяла его по совету представителя издательства, который там работал на этой ярмарке. Он рассказал очень так интересную эту историю. Я уточнила, посмотрела ещё, почитала аннотации, что там происходит. Есть три героини. Одна из них — юная виланчелистка, которая ведёт себя и вроде как является серой мышкой, но при этом говорит через музыку. Вторая — это женщина, которая получает на 40-летие подарок ретрит в тишине, хотя на самом деле все дни она проводит безумно губолтая, то есть это идёт против её натуры. И третья — женщина является переводчицей с английского языка на иврит и занимается тем, что, в общем-то, следует чужому голосу, но будет открывать свой собственный. Все эти три героини сойдутся в одной точке некой и будут преодолевать свой долгий путь друг к другу, потому что они все родственницы. И всё это на фоне шума нашего времени. Описанного аннотацией очень красиво. Я жду некого музыкального такого интересного, говорящего, звучащего романа. И очень красивая обложка, и такая приятная. Какой-то софт-тач. Следующая история, которая разбивает сердца и, кажется, мне нужно приготовиться, это «Всё, чего я не сказала» от Селесты Инг. Давно она уже мелькает в моём инфополе, и я решила, что нужно познакомиться с этим произведением, тем более, что там большим шрифтом на буквально 250-300 страницах описаны истории семьи, в которой случилась некая трагедия. В самых первых строчек мы понимаем, что молодая девушка Лидия умерла. Что к этому привело? Почему так случилось? Какие обстоятельства? Какие действия? Какие слова героев? Её членов семьи привели к этому. Мы узнаем из этой книги. Где бы я ни слышала о ней, все отзываются очень положительно. Поэтому я надеюсь, что мне она тоже понравится. И третья книга — это «Творческий отпуск. Рыцарский роман Джон Барт». Вот, тоже очень красивая книга, оформлена прекрасно. Здесь, 18+, кстати, да, рассказывается о молодой, ну, не очень молодой паре, семейной супружеской. Мужчина — это бывший сотрудник ЦРУ, который написал роман, разоблачающий своих вот работодателей. А женщина — преподавательница и писательница тоже. И, возможно, она является потомком Эдгара Алана Пу. В общем, они отправлялись в некое путешествие морское, в отпуск, и возвращаются в Чесопикский залив. Как следует из обширной аннотации, которая была приведена внутри этой книги, это такой камерный роман, который рассказывает об отношениях семейных, и плюс еще оба являются писателями, поэтому в том числе это произведение имеет филологический оттенок. Джон Барт сам является очень известным постмодернистским писателем из Америки. Я ожидаю нечто такое интеллектуальное, при этом забавное, возможно, наполненное юмором. Не знаю. Я еще не знакома с этим автором, но хочется познакомиться. Вот так вот как-то он мне приглянулся внезапно. Ну и почитаем с вами. Следующая порция книг это такая сборная солянка, которую я заказывала сама, где-то услышала, где-то увидела. В общем, не какое-то событие к этому привело. Первое это «203 день зимы» Ольги Птицевой. Такое прекрасное издание, если вы посмотрите. Очень оригинальное, мне кажется, потому что здесь вот такой вот корешок незакрытый, он проклеенный, скрепленный, но при этом незакрытый. Интересно, как открывается книга. Кажется, как будто она сломается, но нет, держится. И очень такая твердая, толстая обложка. Наверное, это не очень видно хорошо, но интересно, интересно. Плюс еще само по себе оформление очень красивое. По описанию я поняла, что это некая антиутопия. В мире, которую создала Ольга Птицева, объявили вечную зиму. Главная героиня, Нюта, вроде как с этим, и не очень-то согласна, но приходится ей оставаться, потому что ее никто не выпускает, она биолог, и ее знания, ее навыки важны для партии холода этой страны. Тем временем происходит нечто странное. Посреди сугробов расцветают нарциссы, и местные власти, кажется, вот-вот начнут охоту на ведьм. Очень заинтересовало меня описание этого сюжета. Люблю антиутопию, люблю различные варианты развития событий, которые предрекают нам разные авторы в будущем. И плюс эта книга Палеандрии, я заинтересовалась. Выходила она, правда, кажется, в прошлом году или в начале этого года. Не прям свежачок-свежачок, но вот пришло время, и я решила с ней познакомиться. Пришла ко мне история именно сейчас, под зиму. Следующая история, о которой я надеюсь, я искренне надеюсь, вот станет той уютнейшей путеводной звездой, которая подарит мне просто невероятные, прекрасные ощущения, это книжная деревушка в Шотландии от Катарины Херцог. Она рассказывает историю арт-дилера Вики, которая поезжает в некую шотландскую деревушку для того, чтобы выкупить некий редкий экземпляр издания Алиса в стране чудес. Но оказывается так, что она принадлежит мальчику Финдли, для которого эта книга дорога как память о матери. Получается, что сделка под некой угрозой находится, работодатели наседают на нашу героиню, потому что им нужна эта книга, ну, а сама она, кажется, погружается в эту уютную, атмосферную жизнь деревушки, наполненной книжными лавками. Мне кажется, это просто уже достаточно для того, чтобы вот так вот на крючок взять всех, кто любит книги. Представьте себе Шотландия, зима, уютная атмосфера, книги, кружечка какао, трогательная история. Я надеюсь, что она меня не разочарует. Следующая книга это «Зима» от Али Смит. Если вы помните, то в начале этой осени я читала «Осень» от Али Смит. Это квартет, который посвящен четырем временам года. Осень была первая, зима вот вторая. И рассказывает она историю, как всегда, судя по аннотациям, судя по рецензиям, которая представляет собой калаш, размышления, связанные с философией и политикой иногда. Я лучше зачитаю вам аннотацию, потому что эти книги кажется легче читать, чем о них рассказывать. «Суровая зима. Мир съеживается, все оголяется. То, что было ранее невидимым, становится видимым. То, что скрывалось, вспыхивает огнем. Али Смитва создает стремительно меняющийся мир, где корни бытия, смех, любовь, искусство не всегда открыты нашему глазу. В эпоху постправды не только прошлое, но и будущее кажется не тем, чем есть. То есть зима — это сезон, который учит нас выживанию. Я думаю, что, как и в осень, нам предстанут некие герои, у которых в жизни появляются какие-то трудности, какие-то размышления, связанные с жизнью, связанные с политикой страны. Это UK, в общем-то, Великобритания. И все это в атмосфере зимы, которая, как мы знаем, может быть и волшебной, такой мягкой, обволакивающей, уютной, укутывающей, но может быть и беспощадно холодной, жестокой, леденящей душу. Посмотрим, какая из этих атмосфер будет преобладать в этой книге. И следующие две покупки связаны уже с продолжениями тех книг, которые я уже читала. Первая книга — это «Республика счастья» и «Таагава». Давайте мы с вами ее раскроем. Посмотрите, очень приятная. И это продолжение «Канстовара Цубаги», которую я уже читала. Кстати, вот на нее у меня был год назад, по-моему, даже чуть-чуть побольше, год назад я делала целый влог. Вот очень мне понравилась вот эта книга. И здесь продолжается история нашей героини. Ее зовут Хатака. Она, как написано было в аннотации, каллиграфесса. Очень такой титул целый. На самом деле, это род занятий. Девушка занимается каллиграфией и пишет открытки, послания, какие-то поздравления или наоборот, связанные с не очень хорошими событиями, заметки, письма для других людей, за других людей. Потому что только она знает, как это можно сделать, какой материал выбрать, на каком виде бумаги написать, каким видом чернил это сделать, чтобы донести мысли, чувства человека, который заказывает это послание. Это была безумная уютная история, которая мне понравилась. Она так погружала тебя, обволакивала, заставляла прочувствовать, знаете, какую-то медитативность, философскую наполненность каждого момента, просто жизнь, в которой ты живешь, замечать все ее прелести, все ее радости, радоваться еде, которую ты кушаешь, радоваться людям, которых ты видишь, и общаешься с ними. И, безусловно, очень много было завязано на природе и отношениях с другими людьми. Здесь, я так понимаю, мы продолжаем следить за нашей героиней. В ее жизнь врываются новые отношения, новые обязанности. В первой части, кажется, мы видим, что зарождается любовный интерес, здесь он развивается. И Хатака ощущает себя в новой ипостаси, в новых отношениях, при этом все еще продолжает помогать другим людям с помощью своего искусства. Я ожидаю, что эта книга будет такой же уютной, такой же прекрасной, как и первая ее часть. И я проведу с ней отличное время. Следующая книга. Это продолжение «И жили они недолго и счастливо» от Алены Силютиной. Я прочитала вот этот кирпичик 700 страниц недавно. Сделала это буквально за 3-4 дня с помощью аудиокниги. Мне очень понравилась эта альтернативная история развития отношений между героями русских народных сказок. В данном случае у нас получилось, что Кощей женился на Василисе, или Василиса вышла замуж за Кощея, как хотите. И они строят отношения, живя в практически современной России, работая в неком отделении, которое следит за магической миграцией среди девятого царства в наше. Ну и попутно разрешают некие недосказанности, некие драмы, которые существовали в их отношении с давнишних времен. Несмотря на то, что были мне какие-то вопросики вот к женским персонажам, как они были описаны, я в прочитанном об этом рассказывала, все равно мне история понравилась. Она была очень увлекательной, как-то вот я влилась в этот жанр славянского фэнтези, поэтому, когда вышло продолжение о детях Кощеевых, оно вот только-только вышло, не представляете, вот муж с ребенком пошли гулять, они для меня эту книгу забрали, я ее купила. Это такой же кирпичик на 800 страниц, посмотрите. Мне очень нравится, как она оформлена. Котик, котик тоже есть, протается, украсть оладушек, кажется. В общем, красота. Смотрите, какая вот серия получится. Ясно из названий, мы сосредоточимся уже на более юном поколении. Что за поколение у нас значит? У Василизы Кощея детей своих нет, но они в первой части приютили Злату и Демьяна. Это были что-то типа сироты, которые обладают магическими способностями. Здесь, получается, они выступают уже на первый план, наблюдаем за некими проблемами, которые разворачиваются в их жизни. Плюс еще у нас также героями первой части были Финист, Ясный Сокол и его жена Настасья. Их внуки прибывают из Три Девятого наш мир. Тоже, кажется, что-то не так с ними будет. А может, все так. Я надеюсь, что наши старшие поколения герои никуда не уйдут, потому что они мне очень полюбились, запомнились. Я также не замечу просто этих восьми сотен страниц увлекательного текста. Ну, а обещала я вам рассказать, какие книги я хочу почитать в декабре. Вообще, у меня на каждый месяц, примерно на следующий месяц, я выставляю себе такую стопку книг, которые я бы хотела почитать. И вот она у меня стоит, я из нее беру по настроению книги. Иногда не все получается дочитать, иногда что-то откладываю. Может быть, вообще через пару месяцев только дойду до этих книг. Но примерный ТБР, лист на прочтение у меня всегда бывает. На месяц декабря я думаю, что взяла бы вот такую стопочку. Из них, в принципе, все произведения, которые я вам сегодня уже называла, с которыми я вас уже познакомила. Нижная деревушка в Шотландии, это зима Али Смит, это 203-й день земной роги птицевой. Та, которая сегодня не мелькала в покупках, это 13-я сказка Дайаны Сеттерфилд. О детях Кощеевых, конечно же. Хочется прямо сейчас новинку почитать. И Республика счастья. Ну и кажется, что из вот этих шести книг, будто вот две книги могут быть такими грустными, милыхаличными, а остальные я ожидаю, что будут увлекательными, в какой-то степени поучительными и уютными. Как раз вот для декабря хочу создать себе такое настроение. Ну а у меня на этом все. Рассказывайте, делитесь, какие покупки в недавнем времени вы совершили, особо ценные, особенно приятные. Какие книги вы собираетесь читать в декабре. Может быть, что-то тематическое, как я, подобрали. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и увидимся с вами в следующих роликах. Пока!